Еще одним объектом, который посетил министр Топилин, стал психоневрологический интернат Подгорная в Маловичерском районе. Сегодня учреждение официально было открыто. Строительство новых блоков не было бы возможным без финансовой помощи правительства страны. Репортаж Юлий Бабич. За три года в Подгорном появилось несколько новых корпусов и клуб для подопечных интерната. Сегодня готово все. Техника установлена, благоустройство проведено, парковки тоже предусмотрены. А главное – современная система безопасности. На территории есть пожарная часть, где дежурят два спасателя. Каждые два часа – обход. На предмет каких-то выявления режимных нарушений, требований пожарной безопасности, в избежании такого инцидента, связанного с пожарами, применения открытого огня, может быть, курение не в положенном месте, и пресекают сразу же это. А во всех нарушениях докладывают и руководству отряда, и руководству объекта, чтобы они принимали меры. Средства, вложенные в строительство и оснащение помещений за эти годы – больше пяти сотен миллионов рублей. В основном эти деньги из федерального и областного бюджетов. 75 миллионов на строительство одного из корпусов пожертвовала компания «Крон». Пока для интерната открыт кадровый вопрос. С кадрами дела обстоят, но относительно неплохо. Сейчас мы потихонечку набираем. У нас в списке ожидания людей гораздо больше, чем нам требуется для того, чтобы нам нормально работать. Специалисты в этом списке ожидания в основном местные. Предпочтения мы отдаем, конечно, людям, которые проживают в Подгорно, в Веребье. Вот здесь вот ближайшая, Аксочи, ближайшие деревни. На торжественной церемонии открытия учреждения министр труда и социальной защиты Максим Топилин поблагодарил главу региона и строителей, которые не без сложностей на своем пути, но довели дело до конца. Печальная история, связанная с тем, что в 2013 году произошла трагедия здесь рядом. И я тогда присутствовал, когда все это произошло. И мы тогда приняли решение о том, что все-таки правительство обязательно поддержит Новгородскую область для того, чтобы получился новый хороший объект. Кроме того, Максим Топилин подчеркнул, что и дальше наш регион может рассчитывать на федеральную поддержку. И выразил надежду, что не только новые стены и технологии будут окружать подопечных интернатам, но и новое отношение к ним, людям, требующим особой заботы и внимания. Именно этому аспекту посвящен новый проект, поддержанный президентом страны, в который активно включился и наш регион. Мы сделали хорошее дело все вместе. Мы создали современный высокотехнологичный объект для людей, которые нуждаются в помощи. И, конечно, я здесь хотел бы еще раз поблагодарить правительство Российской Федерации, лично Максима Анатольевича за поддержку, потому что нам было бы очень сложно справиться с этим самим в одиночку. Сейчас в интернате живут 150 пациентов. Министру и главе региона продемонстрировали помещение, где оператор следит за всеми системами безопасности, процедурные кабинеты, палаты, читальные и концертные залы в новом клубе. Есть здесь и своя парикмахерская. Словом, предусмотрено все для комфортной жизни. Пока в этих стенах пустынно, но уже через месяц, по словам директора учреждения, ситуация изменится. Сюда прибудут еще 120 постояльцев. Кроме того, здесь создано еще и 200 новых рабочих мест. Теперь этим специалистам предстоит непростой период. Пациентов нужно будет адаптировать к новому месту. Примут здесь людей из нескольких социальных учреждений области, в том числе и тех, кто пережил страшный пожар в деревне Лука в сентябре 2013 года. Из Маловишерского района Юлия Бабич, Илья Круглов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новгородское областное телевидение.